Мы сейчас немножко подгрузимся к так называемым вопросам основания математики. Ну, математики занимаются, обычно математикой занимаются, изучают числи, фигуры, а также там абстрактные детские понятия, которые возникают по мере изучения этих более простых, и так далее. А есть еще некоторая, так сказать, область деятельности, и хотите область знаний, называется основание математики. Она интересуется тем, какие понятия, какие принципы лежат в основе математики. И вот этот интерес к вопросам основания математики возникает, так называемые, в кризисных ситуациях. И вообще в истории математики насчитывали три кризиса основания математики. Первый кризис произошел еще в древности, когда была обнаружена несоизмеримость стороны квадрата и его диагонали. И в то, что в этом время были дробные числа, а то, что называется иррациональными числа, не было известно. И вот вы же говорите, как же так? Вроде бы есть геины, как бы есть, а отношений нет к геинам, не о чем выразить. Ну и тогда это вперед появление иррациональных числов. Второй кризис был уже во времена внутренней иррибидзе, когда появилось, остальное покрытие принятие бесконечно малой величины. Вот очень казалось удобно принять бесконечно малой величины и пользу. И бесконечно малой величины как обычными, грубо говоря, кармачными чиселами, только они бесконечно малые. Но это как бы они, как бы сенсориками нет таких чисел, а просто удобно, я бы сказал, что в их вычислениях удобно их использовать. Но это основание для этого уже появилось уже позже, уже в 19 веке, значит, в первом веке 19, когда уже великие математики, там, Каши, в частности, Берн-Штлац, сработали теорию пределов, и тогда это все эти понятия стали математически строгими. А вот третий кризис в связи с тем, что математика перешла на, так сказать, на рельсе теорию множества. И что началось? С простой вещи. Значит, немецкий математик Гюрг-Кантер для того, чтобы там описать удобным образом обдосходимости теории сквариата, и было понятие множества. Изначально это был просто термин. Можество – это совокупность. Потом, если бы понятие множество стало объектом рассмотрения над множественной операцией, то им стал срабатывать, называемая наивной теорией множества. Значит, основные принципы, то есть, в принципе, теории скакие. Во-первых, мы под множеством понимаем призвольную совокупность, и две вещи нужны. Это принципы. Первое-то, что такое равное множество и одинаковое множество. Ну или там множество одинаковое, там пишем, там х, по-моему, не как х, и все это множество. В каком-то делении это означает? Потому что для любого z, z-x, тогда и только тогда, когда z-x. Ну, словами, множество одинаковое, если это одни и те же колени. Второй принцип вот какой. Называется принцип свертывания, принцип абстракции. Пускай у нас есть какое-то свойство объекта, призвольных объектов. Ну, в данном случае, в принципе, множество, можно сказать, что рт, как множество. Тогда существует множество, состоящее в точности из тех объектов, которые это свойство обладают. То есть, что такое множество, которое означает так, как ех, и которое обладает свойством a. Вот поэтому это множество означает в этом множество a, вот. И тогда звучит так, что x-a и так далее, и то тогда, когда ик, он взялся. То есть какое-то свойство, то есть и наставь ее попадающую в действительность. Это наивная теория умножка. И вот теория МОЖ была развита настолько, что оказалось, что в принципе любой математический объект можно определить как множество подходящими свойствами. Ну, например, все начиная из математики, с натуральных чисел. Но давайте с помощью принципа абстракции можно сотворить натуральные ряды. Какие натуральные числа? Вот мы приступаем к процессу сотворения натуральных чисел. Вначале у нас ничего нет. У нас это свойство быть тем, чего нет, чего сейчас нет. Тогда по абстракции существует множество тех объектов, которыми это свойство обладает. Мы знаем это множество, это пустой объект. А теперь смотрим, а теперь у нас уже есть объект, да? То есть опять смотрим то свойство быть сотворенным данным моментом. Уже есть у нас такой объект. Есть множество состоящих из объектов, содержащих эти объекты, у нас объекты. Это вот такой объект. Это вообще элемент, это один элемент. Здесь уже два элемента есть. А в эту абстракцию есть множество словов, содержащих этих вот элементов. Ну и можно пойти дальше и так далее. Этот процесс нужно продолжать неограниченно. Ну и тогда, вот можно натуральные числа и ноль только, бременно мы решаем натуральные числа, вот они очень видите, и занимаемся вот этими вещами. Вот. В этом множестве нет элементов, просто все из-за чудовного. Поэтому на данный момент числа есть, вот, например, здесь 0 элемент, здесь 0 элемент, здесь 2 элемент и так далее. Ну, может, это вот всю формулу для перехода от числа n к следующую числу натуральных условий. Это у человека n, n добавить самое множество n как элементы. Вот так возникает, так сказать, натуральное число. А потому что множество натуральных числа. А это множество какое? Это наименьшее по увеличению множество, которое содержит пустое множество, и вместе с множеством n содержит множество нишних. То есть, по большому противному. Ну, это значит, тогда можно... Таким определением это можно обосновать в принципе математической индукции и так далее. Можно использовать в рамках, то есть только понятия множества, определить операции или снической операции, так называемые натуральные числа. Например, как определить операцию сложения? Ну, первое, операция сложения, это все-таки уже будет функция, поэтому еще нужно нам это понятие, связанное, понятие спереноз, которое нам поможет ввести понятие функции. Сейчас операцию надо... Посмотрите. Операцию надо натуральными числами. Во-первых, в рамках теории множества можно определить какую-то порядочную парку. Порядочная парка. А вот это алкоголь. Значит, это не то же самое, что множество, что я сейчас имею в виду АВ, потому что это уже в соответствии с паркой, в принципе, эти множества равны, так это тоже множество. Нам надо не так, что множество, потому что элементы АВ, в общем, А первый элемент, а потом второй. Ну, есть такое определение, а то есть, возможно, какие-то более. То есть, пар АВ, это множество, которое первое видение, это следующий элемент А, и второй элемент, и следующий элемент АВ. Ну, словами, вот так, например, что пары, это ждать из каких элементов состоит, и кто из них первый. Ну, и теперь, для того, что мы хотим, это порядочная парка. Мы хотим, чтобы, если там, что пары равны, ну, как множество, 2, 2, 2, поддать их, это тогда, это А1, 1, 2, В1, 1, 2. Это главный смысл для этого. Ну, и вот, для угасного прошления такое, и не буду это разбирать, что можно показать, в таком виде порядочной пары, и в таком понимании равенства множеств, эта свойство отполняется. То есть, можно на языке телемного. Дальше, можно делить прямое произведение. Много всех порядочных падок, таких, что первого компонента из А, второго компонента из. Ну, значит, вот из душу, уносить пары, В, и, что А1, А, В, и, В. Ну, а дальше, можно рассматривать подможности прямого произведения. Подможности прямого произведения, то есть, множество всех, вы понимаете, множество элементов, все элементы, которые являются парами заглубленными, но, в общем, не все пары заглубленными. Вообще, говоря, ну, и вот некоторые пары, ну, А1, 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 с, а3, а3, peroort, но вот ничего не соответствует, поэтомуQL treecap, полoc, ка-а, а1, а1. что такое, Ну а дальше можно определить, что такое, скажем, сложение нейтральных чисел. Это будет функция из прямого произведения n на n, n. То есть у нас же каждый. И надо пить как-нибудь множество пар. Первый компонент это пара. То есть это множество, это произведение. Ну, если ищем образом. Это, ну скажем так, ну как бы соответствие международное множество, n на n, n. Будем называть, так сказать, плюс допустимым. Есть одно следующее, что кажется, любая пара такого вида предлежит к соответствию. Это соответствие α, скажем. Соответствие α. будет плюс допустимым. И если пара n, 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 k принадлежит этому соответствию, то тогда такая пара n, n' k' будет в этом соответствии. Вот это допустимое соответствие. От этого можно доказать, что среди всех допустимых соответствий есть неименьшее включение. Это и будет соответствие, которое дает операцию сложению в обычном смысле. Можно таким же образом определить и анализовую операцию умножения. Мы с вами, что мы имеем сейчас, что мы в рамках тверя множества, можем определять натуральные числа и операции данные. Ничего не спорит никаких понятий, кроме понятия множества. Ничего больше нет. То есть множество только они. И все объекты, которые возникают, это множество. Но дальше можно построить целые числа. Целые числа... Значит, здесь такое множество понятия бинарного отношения. Бинарное отношение... Это вот соответствие между множествами a и b, в том случае, когда множество равеностям понадобят. Это вот бинарное отношение на множество r. Это множество a. Это множество произвольное... По множеству прямого произведения a на открыт множество a. Это отношение называется рефлексивным. Это значит, что для любого х из r пара х и х принадлежит к этому отношению r. Это называется симметричным. Отличное. Это значит, что для любых х и y принадлежит n. Если пара х и y принадлежит r, то тогда и пара y и х принадлежит r. И, наконец, конститивное отношение. Это значит, что... Конститивное... 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 Это значит, что... Если пара x и y принадлежит r, то тогда пара x и z принадлежит r. Конститивное отношение, обладая всеми тремятелями способствами, называется отношением эквивалентности. Или просто эквивалентность. То есть, в тесном понятии эквивалентности, делается биться в терминах в ноль. Ну, тогда, если пара за отношение эквивалентности, а в отношении тремя получается. Их много разных может отношение эквивалентности, но в том, что человек будет тим, из-за тим какое-то отношение эквивалентности. Ну, тогда можно говорить о классе эквивалентности данного элемента. То есть, x-элемент из-за. То класс эквивалентности этого элемента, вот так и плюс. Это, по поделению, это будет множество тех элементов из-за, которые ему связаны с ним тем отношением. То есть, которые его эквивалентны. Ну, и просто упражнение. Потому что, во-первых, если два элемента эквивалентны, то их классы эквивалентности совпадают. Если не эквивалентны, то классы эквивалентности не пересекаются. Вот получается, что все множество, что все множество А прибивается на класс эквивалентности. Так, если нет эквивалентности. А теперь, чтобы вести целые числа, мы поступим следующим образом. Давайте нам на множестве пар натуральных чисел ведет такое отношение. Пару АВ в каждом отношении с парой ЦД объединен, если А-Д равно В-С. Ну, подружески какой? Мы хотим ввести целые числа. Цельное число это как разность двух натуральных чисел. Но односторонное число может представить разными способами в виде разности двух натуральных чисел. Ну, поэтому мы всегда... Ну, это когда четвертым... Четвертым... А-Д. Ну, и тогда... Вот это проверяется на отношение эквивалентности. Ну, и тогда можно ввести... Четвертым... 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 Ну, то есть... Ну, согласую эквивалентности. Ну, ну, 6-ти пар натуральных чисел. Ну, пусть эти пары называют целыми числами. Ну, теперь в каком смысле, скажем, в нашем обычном понимании натуральный ряд, конечно же, вложен в целые числа. То есть можно, естественно, плюс рассматривать, например, с каждым натуральным числом n. Н можно рассматривать на эквивалентности вот такой пары. n-0. Ну, это такие вот... Это представители числа натуральных числа n уже в этой минусе целых чисел. Ну, дальше можно поделять уже дальше операции на... Ну, знаете, как это не операция натуральных, что только это операция целыми числами. Знаешь, что можно ввести, соответственно, в том числе рациональные числа. Рациональные числа мы будем предъявлять так, что это, знаете, дровь и числитель. Целые числа, знаменатель, это вот... На знаменателе вот натуральные числа отвечают в 0. Ну, это да. Ну, а что такое трёх произведений? З на... Ну, потому что мы там... n-9. На этом множестве идёт только отношение. Отношение. Топустим, пара А, В... Мы с вами воспринимаем как дровь А делить на В, а это обычное равенство дрови. Ну, получается, мягкими словами, это отношение к валенности, потом прохваппелизуем эту ночь. Это будет как бы их рациональное число. Ну, дальше... И так, что в общем остается в рамках теории можно. Все... Все, что возникает, кто может. Ну, и наконец, действительные числа. Ну, здесь, фигмокусом, приводится понятие, что последовательность рациональных чисел. Последовательность рациональных чисел, там, да? Это функция устроенных чисел. Рациональные. Это тоже... Вот последовательность. Ну, тотальный функций. Что-то определённое. Ну, это понятие фундиментальное, по-своему, действительно. Ну, может, разные корректные определения. А же такое же. Для любого натурального числа К... Что-то натуральное число. Существует натуральное число L, хотя всех L и M больше этого самого L, то появляется он неравенством. Ну, в разности, там, Rk, Rn, Rn, имеется в виду 2 субминка. Ну, такое... Мы оперируемся только с рациональными числами, операциями с рациональными числами. Ну, вот и там определяется. Ну, ничего не значит нет. И вот это... Понятие фундаментальной последовательности. А дальше у нас понятие квалентности двух инвентарных посетций. Это вот, что означает, что, ну, альфа, квалентная B, последовательность, рациональность числа, означает следующее, что, там, берём Rk, существует такое L, так что для всех M больше этого самого L, в разности, там, альфа, вот, M, минус, Rn, в меньшинстве 27. Ну, правильно. И дальше... Ну, вот, можно всех... Суспериментальных последовательствий фундаментализуется поэтому, что эквивалентности, это является действительным числом. И так мы становимся в рамках действительных чисел. А дальше у нас понятие функции есть, то есть можно строить математический анализ. Можно все это делать. И вот это... То есть на самом деле, что мы имеем? Мы имеем понятие множества и... Ну, и логику, так сказать. Ну, обычную логику. Обычно логичные понятия итерации, там, что такое. И только через них можно влить все математические объекты. Это очень получилось, что очень красиво все. Здесь надо такое понять, наконец-то, наконец-то, вся математика свелась к одному... Еще красиво, получается, когда... В этом фундаменте, потому что постойное здание. И было написано даже в высшем, там, в рубеже логику, такой двухтомный труд «Принципе математики», в том числе «Принципе математики», указанной Ванчем и Рассовом, где-то английские математики, где просто строго математика издрагалась на реке теории множества. Вот было такое замечательное положение, но и тут, как ушат холодной воды, а за оружие, перевоз, обнаружились парадоксы. Ну, парадокс – это такое, я скажу, что не было, это противоречие. Противоречие. Ну, сам Кантер противоречие обнаружил, прикольно он бы его не публиковал. Ну, и, надеюсь, как-нибудь от противоречия избавиться. А вот мы сейчас посмотрим одно противоречие, которое нежит в этом самом Рассову, из фундаментской великой Рассы, философ и тому-то еще. Называем парадокс Рассова. Прогласил парадокс Рассова – это противоречие.